И к другим темам. Коммунальщики подключились к строительству будущего сквера универсиады. Меньше чем за месяц крупнейшие коммунальные компании города планируют полностью обновить систему электро- и теплоснабжения. Наша съемочная группа побывала на месте и узнала, на каком этапе сейчас находится строительство. Подробности в сюжете Елены Саткеевой. Мы находимся на улице Ключевской. Еще год назад здесь был частный сектор с ветхими и аварийными домами. Жители ближайших многоэтажек постоянно жаловались на антисанитарию. Однако уже сейчас здесь полным ходом идет ремонт и уже к концу лета появятся новые сквер-универсиады. Сам проект утвердили весной этого года. Предварительную концепцию благоустройства обсуждали и с красноярцами. По каждому из 11 скверов в разных районах Красноярска проходили слушания, где горожане могли высказать свои пожелания. Работы придется очень много делать. В отличие от других скверов, допустим, они благоустраиваются, а здесь создается новый. Работа большая. Здесь тепловые сети старые. Здесь находились старые опоры, линии электропередач деревянные, которые наклонялись. Небезопасно уже было. Во время строительства сибирская генерирующая компания обновит больше 300 метров труб. Работы планировали закончить к 15 августа. Однако, по прогнозам специалистов, все будет готово на 10 дней раньше. Будет новая теплосеть, которая отслужит минимум 25 лет, с новой современной изоляцией, новое железо, которое, а, улучшит вид, б, повысит надежность теплоснабжения района. На этом же участке работает и компания Краском. Всего за несколько дней они уже ремонтировали 7 опор электроснабжения и линию электропередач. На время ремонта жители микрорайона подключили к другому источнику, чтобы электричество стабильно поступало в дома горожан. Также в течение двух дней в компании планируют полностью заменить старые и аварийные опоры. Это не первый совместный проект Краскома с городскими властями. В прошлом году мы построили сети водоснабжения, водоотведения, насосные станции к объекту Универсиада «Арена Платина», вложив более 280 миллионов рублей. И по мере возможности достаточно активно принимаем участие во всех процессах, которые у нас происходят в Красноярске. В самом сквере будут детские площадки, места для отдыха пожилых жителей города, а также спортивные и игровые зоны. Особенностью сквера станет аллея победителей. В центре оставят место для проведения массовых мероприятий, а вдоль сквера высадят около сотни крупных деревьев. Елена Саткеева, Илья Сенкевич, Сергей Раков, 7 канал.